Сегодня утром мы застали работников ЖЭКа за вот такой вот работой. Они расчищали вот такой вот кусочек земли 2х2,5 для оборудования какой-то площадки. Хотели ее уложить плиткой и не могли объяснить для чего. Потому что собрались жильцы, начали возмущаться для чего это делается, но они так не могли толком объяснить для чего это будет. Сказали делают площадку. Что им приказали, они делают. Мы пытались спорить, доказывать, что она нам здесь не нужна. Они сказали, что им приказали, они все равно сделают. И потом как-то в процессе разговора они проговорились, что еще. Вот там у нас проходит улица Репина. И вот там у нас стоят контейнеры мусорные. И они проговорились, что они еще собираются сделать там полностью забор и ворота на въезд, чтобы закрыть двор. И мы сразу предположили, что это делается для того, чтобы убрать оттуда мусорные баки с Репина. Потому что там несколько раз в день вывозят мусор, потому что заполняются баки. И постоянно куча мусора, потому что все выбрасывают весь район, выбрасывают здесь мусор. И там очень много мусора. И мы предположили, что они здесь хотят сделать площадку для мусорных баков. Посмотрите, площадка детская, рядышком. И они хотят здесь поставить мусорные баки. И смотрите, жилой дом где. Вот он. Тут буквально метров 15-20. Даже, наверное, 20 нет. Они здесь решили поставить, мы так предположили. Ну, другого варианта нет. Но они не признаются и не говорят, для чего. Мы пытались узнать у них какие-то документы, разрешения, сметы, планы на строительство. Но у них ничего этого нет. И они не хотели говорить, для чего это. Просто им сказали сделать площадку, положить плиткой и все. Ну, сами посудите, для чего это. Походу, это только для мусорных контейнеров. Для двух, наверное. Потому что, наверное, каким-то сильным города сего мешает мусорка, когда они проезжают там по Репино. И они ее хотят спрятать, внести во двор. А там все закрыть, чтобы там ничего не было видно. А нам это не нужно. Зачем нам прямо по домам мусорный контейнер, чтобы нам воняло тут. Ну, мы им не дали это доделать. Они уехали ни с чем. Хотя они даже вызывали полицию. Но когда мы пришли к мнению, что это будет делаться для контейнеров, для мусора. Они как-то быстро засобирались, сказали нет, 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 это не так, вы неправильно все поняли. Но они как-то быстро ретировались и уехали отсюда. Значит, я думаю, мы были правы. Полиция, правда, так и не приехала. Может, они ее и не вызвали. Но сказали, если приедет полиция, сказать, что уже все, не нужно. Ну, посмотрим, что будет дальше. И посмотрите, как это... Вот тут два контейнера могут находиться. Двор, детская площадка, дом, гаражи. Это понятно, что они хотят их перенести оттуда сюда. Наверное, еще здесь, я так думаю, в этом дворе тоже самое где-то сделают площадочку. Это, наверное, было только начало. И куда они потом уходят, да, это никто не знает. Только денег перечисляется, а почти ничего практически не делается. Это уже отдельный разговор, это не то. Не в то русло вы пошли. А я имею право, я гражданин, и я имею право все снимать. Я хочу, чтобы вы представили... Это будет доказательство. Я его снимаю. Я хочу, чтобы вы представились еще раз на камеру, пожалуйста. Начальник службы по благоустройству. Вот. Что вы здесь намерены делать? Что вы намерены здесь делать? Здесь выложили размерами 2 на 1. Для чего? Для чего? Вот здесь вот решили на СЖЭК сделать под газовой трубой. Решили сделать площадочку непонятную 2 на 2. Рассказывайте, расскажите. Не, вы рассказываете. 2 на 2. Я говорю про дом, про ваши деньги. Вот они не рисуют, да, куда они идут. А они, мы со мной... И вы не знаете, куда они идут. Да вы не знаете, куда они идут все равно все. Часть, вы, может, знаете, куда распределяется, а остальное... Разговор не отчасти. Дальше, да. Вы не хотите слышать? Ну, не надо. Сейчас приедет полиция будет. Сейчас полиция. А при чем те деньги на благоустройство до вашей площадки? Вы же не хотите меня сказать? Вы же не хотите меня сказать? Есть здесь связь? Я не буду объяснять. Вы еще хотите сказать, что вы за наши деньги это делаете? Конечно. А мы не хотим тратить. А мы не заказывали. Нам вот эту херню мы не хотим. Мы хотим, чтобы вы застеклили, поставили металлопластиковые окна. Пипец. А вы сделали вот этот шов, как он называется. Температурный шов, чтобы сделали. Вот, сделайте, пожалуйста. Что по зданию, это мы делаем. Заплату дворнику своему поднимите, а то человек работает. Чтобы чаще убирал. Не два раза в неделю. А, между прочим, он играет хорошо. А что будет еще на этих двух метрах стоять? Только площадочка? Просто плиточка и все? Просто плитка. А для чего? Пока мне дали задание. Оградка будет? Ну, если захотите. Оградка будет? Не, ну реально, оно еще подголовок будет. Не, ну просто плитка, это смешно. Ребят, ну это же смешно, вы же сами понимаете. Я себе место забыл. Да, или что это? Может, это парковку кто-то хочет для себя сделать? Причем два на два, это на двоих. Это на инвалидку какую-то. Ну реально, плитка, вот смеются. Вы смеетесь самих себя. Если в каждом дворе по 500 гривен. Вы помните, вот еще на камеру, без них, мать, да брит. Мы шевашие, реально. Плитка два на два. Мне интересно пойти сейчас в каждый двор, наверное, там, наверное, везде сейчас такое, да? Это что у вас, акция какая-то? Пиша, давайте я на камеру слушаю. Вот вы своими действиями мешаете работе коммунтального 5, 6 и 6. Мы не мешаем. Мы хотим узнать, на каком основании вы это делаете. И для каких целей это вообще? Для каких целей? Производится работа в нашем дворе, где вот наши дети играются. Я не знаю, для чего это вообще. Вы перебиваете. Нет, подождите, для детей это должно быть специальное разрешение, специально оборудованное место, потому что это для детей. А если вот так вот от фонаря? Ладно, если постелили специальный материал. Мягкий для детей, прорезиненный, а не плитка для детей. Ну, так нигде не делаются площадки. Сейчас, в наше время вроде-то. Трубой, даже тоже прорезиненную, ну, как это бывает. Что это за площадка? Два на два с половиной. Что это? Вызвали полицию. Там будут, там тренажеры может будут стоять. Что за площадка для чего? Увидеть? Что значит увидеть? Нет, сейчас надо сделать основание. А мы хотим видеть основание, на основании чего это все делать площадку. На основание чего? На основании чего? Кто просил? Какое основание? потом на эту плитку что-то монтировать собирается будет монтировать на плитку а плитка будет просто на землю ложит не а еще началось проложить ну это уже не 500 гривен тут цемента сколько надо песочек засыпать не так не 500 гривен и плит представители а можем вот вас попросить возле подъезда каждый поставить лавочку можете сделать это надо согласовать это надо получить кучу разрешение западе напиши заявление нет это мы да мы сами собой это надо написать заявление пойти несколько раз туда сходить получить утверждение подписи это же тебе не так чтобы сказали поди на словах по делу там сделай это два на два площадки а куда они уходят ничего просто сказали плитку положить в каждом дворе два на два я на вас смотрю а вы и вы носите сразу со мной со мной разговаривали я сказал что будет площадка два на два с половиной выражена плиткой дальше вот плитка и дальше здесь они хотят сделать площадку 2 на 2 непонятно для чего это площадка для гранатомета наверно сейчас очень нет нет это непонятно что уже не не понятно что оборудование маленькая допустим или маленькая качеля или дороге зачем она на дороге я не знаю что будет я так далее вот на этом месте сделать это самое понятно вот вы на работе вам сказали ваше начальство канала хватит запомните вот этот документ все вы заполняете его что дальше будет как будет это самое при чем тут принято у вас на я выполняю свою работу мне сказали что должна быть власть и вас не интересует а мне да меня подумала это самое да не вкладывается наша вот эта армия вот там армия армия стоит какая какая то на этом зарплата которая с нами делается нам вот такие я сказала пошло сказали пошли наше время пишут у нас есть 141 вот 141 вот и столь в курсе вы вешаете да еротизация деказация подвала вот это все уходит в ваш тариф есть деньги на расчетную счету каждый день нет не бывает максимум два раза но мы же тут живем и видим тоже не бывает каждый день бывает очень неделями не каждый день точно мы вам верно мы здесь живем каждый день лишь проезжаете мешал заезжайте каждый двор каждого именно отчу наш под контролем не вопроса вообще нет работа работает за три копейки так вот эти 500 рублей дайте премию лучше гривен конечно рублями не надо вот он работает потому что потому что я тут приезжаю каждый день ну и замечательно что замечательно то замечательно смотрите дальше в дворе ни одной детской площадке ладно да послушайте уже пусть договорит уже вот есть вот деньги на решетном счете они идут в том числе услуги которые я сказал если нету денег на решетном счете то есть эти услуги отказываются просто-напросто не будут вот и все я уверен смотрите вот в каждом подъезде у вас да вот сколько там квартир 10-20 сколько не важно дальше 40 15 15 10 10 70 квартир не оплачивается этих услуг не оплачивается половина жильцов понимаете так чего это ну это получается у нас сейчас получилось лишнее 1000 на нашем счету и вы решили потратить вот сюда да да на крышу не получалось ну а как ну вот вы говорите у нас на счету вот остается и что то делать вот 1000 лишнее оказалось вы решили потратить непонятно на что я уже понимаю если вы увидите в каждом подъезде стоит лампочка эконом вы ставите коль я не знаю коль я не знаю может конечно наш подъезд почему-то какой-то имеет приоритет но я звоню приезжают меня все время приезжая это стопроцентно есть мастер нет я дежурном не надо дежурному диспетчеру звоню да принимаю нет тут тут немало проезжает меня правда иногда долго приходится несколько раз звонить но приезжают если я звонила чего я буду брать вам я сама лично звонила несколько раз давала заявку если они лично скрутили в четвертом подъезде сам вкручиваю регулярно но лучше бы ставили не эконом а обычный нет тут я сам звоню у нас меняют меняешь лампочки этот сам я даже ну вот надо звонить я же мы вешали даже объявление вешали на подъезде звоните вот номер потому что я заманался звонить за весь подъезд солю нет звонил меня лишние тысячи гривен которые вы не знаете куда потратить уже знаю я так понимаю стекло вы показали мы же говорим на стекла и потратите пожалуйста поменяйте налог гордиком бремени надо отшить утеплите наш дом